Телеканал «Раштудэй», пожалуйста. Мы очень сильно озабочены тем, что там происходит. Каждый день гибнут люди. Все больше и больше страдают гражданские лица, мирное население. Против них продолжают использовать армию, боевую авиацию, тяжелые вооружения. Сегодня огонь ведется по жилым кварталам, и все это можно наблюдать практически в прямом эфире. К сожалению, большинство западных средств массовой информации эти сведения замалчивают, показывают другие картинки. Я сегодня, например, с изумлением смотрел несколько подряд выпусков Евроньюз, где об Украине вообще не сказано ни слова. Нас убеждали достаточно долго наши западные коллеги, что вот как только состоятся президентские выборы на Украине, ситуация успокоится, все происходит ровно наоборот. Что касается тех мер, которые необходимо предпринять, я убежден, что всем следует сконцентрировать усилия на безусловном выполнении Женевского заявления от 17 апреля и составленной на его основе так называемой дорожной карте, которую подготовил президент Швейцарии в своем качестве председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. И для того, чтобы все-таки добиться выполнения этих документов, а оба они начинаются с требования прекращения любого насилия, Россия сегодня планирует внести в Совет Безопасности проект резолюции. В нем будут содержаться требования немедленного прекращения насилия и начала практических переговоров с целью установления устойчивого, надежного прекращения огня. Также в этом проекте резолюции будет содержаться требование создать незамедлительно гуманитарные коридоры, по которым мирные жители могут выйти из района боевых действий, если они этого захотят. Хотим, чтобы Совет Безопасности потребовал не чинить каких-либо препятствий выходу мирного населения из зон боевых действий и доставки в эти зоны гуманитарной помощи. Считаем принципиальным подтвердить в решении Совета Безопасности действенность Женевских конвенций и других норм международного гуманитарного права, потребовать их неукоснительного выполнения, включая всяческое содействие деятельности Международного комитета Красного Креста, других международных гуманитарных организаций на юго-востоке Украины, и потребовать недопущения каких-либо действий, которые будут препятствовать выполнению гуманитарными сотрудниками своих функций. Мы сознательно сформулировали свою инициативу в деполитизированном русле, нацелив ее на принятие мер, которые позволят незамедлительно облегчить страдания мирного населения, на выполнение Женевского заявления и дорожной карты ОБСЕ, которые получили в мире широкую поддержку. И мы надеемся, что такой гуманитарный характер нашей инициативы будет правильно восприняться в этой безопасности ООН, и резолюция будет взята в незамедлительную проработку.